привет народ подожди не закрывай я просто хочу сравнить багажники вот так ну да ну не в два раза но но серьезно больше едем на моей ну скажем так новой машинке на подводную охоту но в принципе в той машине багажник был еще длиннее сантиметров на 30-40 то есть ну не в два раза да но но был намного больше ну в принципе тоже так неплохо крышечку забрай пожалуйста вот оттуда вот там берись и тяни на себя да 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 вот так вот да и тут сверху еще написано сверху еще можно себя похудаю точно закрывай все поехали свою закрой-то в общем едем на подводную охоту температура у меня наверно по 38 ну 37 чем-то точно потому что я говорю вчера пока оформляли машину стояли на морозе часа три наверно четыре в общем что хочу сказать машины просто не было поэтому на подводную охоту не ездил товарищ который держит камеру у него немножко совестью проблемы то есть у него машина есть но когда у русика машина сломана он поехал без меня я создаюсь все ты мне не позвонил ладно ладно не выключай в общем выбирай правая рука левая 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 точно левая но только руки покажи на на левая то есть сегодня будет нырять с nightcore hc50 а я сегодня буду нырять с феникс hr 55 два фонаря ну пройдусь сегодня такой тест на воду в курсе да как я на шею его одеваю вот примерно таким макаром не очень удобно плаваешь надо когда рыбку посадить на пупан фонарь включил ты все видишь да то есть на ружье фонарь выключать для экономии это включаешь очень удобно то есть видно куда кукан вот и вниз вниз то есть можно выкрутить как хочешь в общем ты сегодня с nightcore плаваешь а я с фениксом вот такое у нас сегодня будет видео сравним этих два фонарика ну визуально этот конечно больше этот поменьше ну по весу не знаю не берусь сказать поэтому ну это возвесим отдельном видео его а пока держи тебе фонарь то есть очень удобно одеваться переодеваться то есть с налобником очень удобно все мы поехали я ж тебе кажу что куда хочешь туда иди я не против егер петрович тут не мать точно никакого сладу зма ты точно хочешь сюда ехать да то де иди сюда и вот егер петрович это все нормально если ты бежал машина провалилась там принципе по центру было таке шею в общем приехали рыбаки подводные или подводные охотники вот так вот ехали 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 за 35 километров и приехали ну а дальше лед еще толще он конечно проваливается но нырять реально не получится то есть лед стоит по всей реке вот так вот морозы были до минус 12 и я почему-то так подумал что здесь ну течение довольно таки хорошее всегда и да не будет но видите да вот 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 вода аж куда ушла то есть течение было очень слабенько вода упала и и вот так вот в общем приехали ну поедем выше по течению еще посмотрим может есть там где открытая вода потому что я две недели этого ждал момента в общем вот так вот и закончилась наша подводная охота на улице у нас минус 8 воды открытая мы так и не нашли сегодня поэтому прокатались просто за 35 километров прокатались туда обратно и вот едем домой так что вот как так что так вообще не получилось сегодня подводная охота ребята поэтому будет вот такой очень чисто юморное видео вообще так что вот так все едем домой разоружаем снарягу по гаражам и спать в принципе ну время у нас 21 21 28 так что так все пока пока увидимся я буду